В Севастопольском театре юного зрителя готовятся к премьере фантазии на тему из романа. Так называют постановку по великому произведению Достоевского «Идиот». Здесь все будет необычно. Костюмы, музыка, переплетения, классики и современности. Моя коллега Александра Ковалева побывала за кулисами и узнала, что еще ждет зрителей. Перед премьерой тюз гудит, как растревоженные улей. Репетиции идут одна за другой общим, где задействованы все актеры, предшествуют бесчисленные прогоны по танцам, вокалу. Слишком сложна задумка, слишком грандиозен роман Достоевского. Мне было интересно все-таки, как же эти проблемы сегодня преломляются, насколько они сегодня актуальны, насколько они сегодня живучи. И что же нам всем делать с тем багажом, который нам задает автор, так пророчествуя, так много предрекая в своем романе. Режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Василий Заржецкий не боится ярких акцентов. Наоборот, делает их умышленно. Декорации, звук, уникальная драматургия костюма, которая заставляет с новой стороны взглянуть на известных персонажей. Вы увидите уже на премьере. Очень неожиданное решение всех персонажей. Абсолютно художественное. Это просто космос. Скажу так, когда я узнала, какая будет моя Настасья Филипповна, у меня была паника. К музыке подход столь же необычный. В постановке будут звучать и оперные арии, и даже рок. И этот вот безумный сплав, он позволяет создать именно то психологическое напряжение в спектакле, которое доводит нас до точки кипения. Поэтому разброс музыкальный направлен только на то, чтобы подчеркнуть и обострить вот это художественное восприятие. Репетиции начались в марте, но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось перенести с конца апреля на 5 и 6 сентября. Александра Ковалева, Сергей Котляренко. Новости Севастополя. 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 Новости Севаст